всем привет сегодня такое у нас будет патологическое видео не знаю насколько не знаю вообще о чем но будет просто хочется поболтать о том о сём даже не знаю разным вот и сегодня я буду не только болтать но и есть я так найти порыскала в интернете на том же ютубе посмотрела что вот такие видео где человек говорит о своих мыслях своих каких-то теориях каких-то своих видениях и при этом есть довольно популярные видео не знаю вот мне захотелось такое видео снятие если она будет вам интересно то может быть я буду практиковать это время от времени не знаю как бы вот просто мне захотелось и я хочу снять такое видео а будет она интересным или нет уже посмотрим и соответственно чем я сегодня буду развлекаться и пикат питаться у меня вот такой напиток слабоалкогольный я не практикую и не рекламирую просто это мой мое сегодняшнее настроение также я дополняюсь вот такими хлопьями без сахара и вот такой вот радостью летом вот немножко собрала то что созрела и наверное первая тема которую я бы хотела обсудить это хейтеры она коснулась меня совершенно недавно и коснулась довольно таки жестко наверное для меня поначалу но потом я поняла что в принципе это нормально я когда первый раз столкнулась вообще с хейтеров скими комментариями на своем канале у меня немножко подгорело наверно как у любого блогера который только начинает и начинают ему писать какие-то гадости у него подгорает это любой человек так он воспринимает какую-то негативную критику именно в таком ключе он начинает волноваться переживать оправдываться чего на самом деле в принципе не должен делать потому что никто никому ничего не обязан не обязан оправдываться не обязан что-то объяснять вот и в общем то поначалу у меня очень сильно подгорело и я думаю что многие я не стала удалять эти комментарии они не знаю вот по крайней мере сейчас мое настроение мое состояние таково что удалять эти комментарии я не хочу не знаю это по разным соображениям у меня происходит и по соображениям рейтинга на ю тубе и по соображениям каким-то еще в общем мы не знаю сверх того каким-то астральным соображением вот в общем то по настроению я сейчас не хочу их удалять поэтому вот так вот я временами вот сейчас вам пока говорю с вами поглядываю на природу потому что я сижу на террасе вы видите обстановку нашей террасы часть этой обстановки вот увидел сад вы уже в принципе могли видеть моих дачных влогах моих каких-то влоговых видео связанных с дачей но если получится сейчас вот то есть вот примерно эту картину я сейчас наблюдаю вот вот и в общем то иногда туда поглядываю как-то воодушевляюсь вдохновляюсь какими-то мыслями потому что невозможно постоянно смотреть в кадр это просто черная точка в камере в который ты постоянно смотришь но воображать себе что с другой стороны с другой стороны камеры сидит толпа народу которая тебя смотрит это невозможно это нужно иметь очень очень-очень заоблачное воображение поэтому чтобы иногда какую-то мысль поймать мне нужно посмотреть на природу и и кстати говоря вот прибытие на природе они она способствует какой-то ком-то анализу внутреннему каким каким-то размышлением но покуда покуда я уже немножко выпила понимаете да язык заплетается покуда моя жизнь ныне мое хобби мои влечения они связаны с ютубом поэтому мой анализ самоанализ какое-то мышление вот вокруг каких-то идей вокруг каких-то тем оно крутится непосредственно вокруг ютуба да вот как это воспринимает youtube что смотрят люди на ютубе какие темы популярны и правильно ли я делаю что я делаю в общем это так или иначе как-то связано с моим вот этим увлечением видео съемкой видео редактированием и тем что я общаюсь с вами с миром наверное сегодня видео такое будет философская потому что youtube для меня наверное как общение с людьми дружба в том числе с людьми может быть даже не только с людьми с компаниями какими-то да которые я раньше даже помыслить не могла что мне такое может вообще присветится вот и к чему я вообще начала я началась хейтерство так вот первые негативные комментарии которые у меня появились это было мое видео вот у меня прям как сейчас стоит перед глазами это было мое видео о комнатных растениях обычно вообще изначально я как бы создавала канал ориентируясь на влоговые видео то есть это видео о моей жизни о том как я развлекаюсь куда-то хожу на какие-то прогулки какие-то обзоры то есть что-то вот такое вот постоянство постоянное такое постоянная атмосфера вот и когда в принципе я стала выкладывать стационарные видео то есть вот постановочные видео когда ставишь камеру и начинаешь что-то делать что-то говорить что-то показывать я это ввела просто потому что были запросы и первое видео такое вот основательное по запросу это были комнатные растения ну людям я понимаю вот у меня тоже недавно появилась пара видео где я просила вас задавать мне вопросы то есть но я понимаю что аудитория растет люди интересуются да интересно кто я интересно чем занимаюсь не просто смотреть на то что вокруг меня и что мне интересно но и о том интересно узнать о том кто я на самом деле что я за человек и я понимаю то есть это такое вот развитие канала то есть задавание встречных вопросов и я бы на них отвечала и рассказывала себе больше до чтобы вы обо мне что-то знали но с другой стороны я то вас ничего не знаю то есть получается что я превращаюсь какую-то личность известную для определенного круга людей которые мной интересуются это так круто я никогда не думала что это меня охватит но так случилось я сама на это пошла создав канал я прекрасно была готова к тому что люди будут мной интересоваться но в то же время я не была готова что люди будут не интересоваться вовсе как бы упрекать искать недостатки в чем-то даже унижать потому что им те кто этим занимаются им это не нравится и на самом деле вот этим хейтерством занимаются в основном люди слабые потому что я тоже иногда себя замечала когда я была только зрителем я замечала за собой и хейтерские нотки тоже я признаю это но сейчас я стараюсь в себе это подавить потому что это неправильно по отношению к другим людям было что я смотрю когда тот период до того как я открыла канал я была только зрителям и тот период я помню когда я смотрела видео мне что-то не нравилось я начинала писать гадости там что у человека заусенцы например он показывает картинку крупным планом какую-то да и у него заусенцы на руках и это неприлично в кадре нельзя такое показывать и когда я столкнулся с тем же самым то есть когда я что-то показывала и мне в комментариях написали что вы могли бы сделать какой-то маломальский нормальный маникюр я поняла что блин вот оно вот оно непонятно что но вот оно и и вот это вот чувство да что как бы как я была из той стороны другой стороны камеры я тоже наблюдала я тоже смотрела я тоже писала комментарии и негативные тоже были такие разное было вот но сейчас когда я стала вести свой канал я понимаю что хейтеры они либо этим живут то есть есть две категории либо люди которые живут вот этим негативом либо люди которые наверное боятся сами стесняются боятся сами сделать какой-то шаг в жизни который может изменить их жизнь и поэтому они вот видя как другие это делают принижают это то есть что это неправильно это плохо как бы это хорошо не было все равно это плохо вот и вот это отношение но вот с этой с этой стороны до камера когда ты снимаешь видео ты снимаешь поначалу да ты снимаешь для себя но потом ты начинаешь снимать людей потому что люди этим интересуются люди хотят знать что как как дальше что происходит там вот как живет человек чем он живет им интересно и когда ты начинаешь снимать для других для людей до выражается вот это вот мнение и когда ты выражаешь это мнение есть люди там допустим пять человек из ста они вот недовольны этим мнением но этот на самом деле это воспринимать довольно сложно потому что и в то же время довольно легко потому что в жизни то же самое ты пришел на работу ты кому-то нравишься кому-то нет ты с кем-то подружился а кто-то тебя терпеть не может и точно так же я могу там сравнить это с работой вот когда я работала в театре с кем-то я подружилась кому-то я понравилась а кому-то не понравилось и они против меня такие же козни строили такие же тот же самый негатив выражали как и сейчас комментариях вот вообще тему хейтерства я даже не знаю с какой точки я затронула да за просто когда все это началось начинается у тебя жутко подгорает особенно когда ты только начинающий канал начинаешь только снимать и начинаешь только-только выражать свою точку зрения естественно что эта точка зрения может кому-то не понравится это так в жизни везде где бы ты ни был новая работа какие-то увлечения кто-то тебя не понимает зачем ты это делаешь а главное как бы хорошо ты не сделал кому-то это может не понравится и вот когда у меня появились первые комментарии к этому видео о комнатных растениях у меня так жутко подгорело что как какого черта какого черта лезут люди в мою жизнь но потом я здрасте я же сама пустила вас в свою жизнь я же сама снимаю видео для вас я допускаю вас в свою жизнь я показываю вам частичку своей жизни тогда какого черта я возмущаюсь по поводу критики вот просто сам сам факт того что я что-то вам показала что-то раскрыла какую-то какой-то свой секрет жизненный да и потом возмущаюсь тем что вы недовольны но это естественно естественно что вы недовольны нет большая часть довольна скажем 80 процентов человек довольны то есть они смотрят и я могу говорить как бы о том и о другом то есть я была и с той стороны где вы я тоже была наблюдателем в общем я все это веду к тому что не стоит относиться к хейтерам с каким-то возмущением с каким-то недовольством что какого черта человек лезет в мою жизнь во-первых ты сам его туда пустил ты сам приоткрыл дверку чтобы он вошел и посмотрел дальше во-вторых это неотъемлемая часть ютуба я я воспринимаю ютуб наверное как любую другую соцсеть ту же сеть вконтакте или ту же сеть там фейсбук ну конечно каждая сеть отличается друг от друга социальным и тот же ютуб он отличается от любой другой сети но смысл да то есть положим до самого минимума смысл в любой сети это ты выкладываешь свои фото видео и ждешь когда будут комментарии когда будут лайки когда будут дизлайки когда будет какой-то какая-то отдача и когда эта отдача появляется ты либо доволен либо недоволен но любая отдача дает тебе популярность и чем даже не важно хорошая она или плохая чем больше отдачи тем больше твоя популярность в данном случае на ютубе чем больше присутствует каких-то комментариев лайков дизлайков но в основном комментариев да чем больше комментариев тем больше твоя популярность тем чаще твои видео неважно последние или предыдущие какие-то они выскакивают в поисковике на ютубе и также они выскакивают в рекламе с левой стороны когда ты смотришь видео любое другое не обязательно моего канала в общем я это все веду просто просто пытаюсь проанализировать свое восприятие восприятие других людей то как я вас воспринимаю не конкретно вот вас а конкретно тех кто негативно относится к моему творчеству все таки в первую очередь когда я создавала канал я создавала его для себя потому что мне это интересно я давно это планировала я собиралась с мыслями я наконец открыла канал начала снимать начала выкладывать и вы бы видели мою радость когда у меня первый подписчик появился это неделя прошла неделя а я видео выкладывала два или три раза в неделю ну по первому времени я очень часто выкладывала видео когда у меня появился первый подписчик я прямо прыгала до потолка наверное когда знаете не знаю по живописи получаешь пятерку на экзамене и вот прыгаешь до потолка это просто потрясающее чувство что человек не просто пришел посмотрел а человек подписался значит ему интересно это было круто в общем я все это веду к тому что когда появились первые хейтерские комментарии я напряглась на самом деле нечего тут напрягаться такое происходит везде и всюду по жизни всегда и вот подруга мне сказала что у нее тоже есть свой канал она уже давно ведет тоже вот в этом году у нее этим летом у нее ровно год каналу но у нее в июле а у меня в августе в общем она мне сказала что что ты переживаешь ты наконец-то становишься популярной и в принципе я просто очень много смотрю видео про всякие технические стороны то есть как набрать подписчиков как быть популярным как подняться в рейтинге и все в таком духе естественно легальными путями то есть где не нужно платить и где не нужно какие-то махинации проворачивать за которые тебя потом штрафуют на ютубе все легально и посмотрев такие видео я поняла что в принципе может быть я вот на начальной стадии то есть в отличие от большинства людей которые сталкиваются с хейтерами я наверное поняла что не нужно на этот счет заморачиваться именно на ранней стадии в принципе я и так по жизни это знала что если ты вот такой вот и кто-то этим недоволен не стоит заворачиваться потому что это по жизни так кто-то будет все равно недоволен тобой кому-то ты нравишься кому-то нет и то же самое в интернете абсолютно то же самое только там ты людей не видишь не видишь в глаза не смотришь им в глаза не можешь с ними говорить напрямую они выражают свои мысли посредством текста и сейчас например вот я поставила фильтр у себя на канале фильтр разных выражений то есть если вы пишите мне какие-то гадости вот откровенные связанные с какой-то тайной национальностью сексуальной принадлежностью физической какой-то формы да там например что я там полная да кому-то это может не нравиться если вы об этом пишите и применяете определенные слова ваши комментарии попадают в спам а спам я вообще не читаю я просто удаляю его так что вот так вот и если вы хотите причинить мне какую-то боль негативную да негативными эмоциями негативными словами если вы хотите ввести меня в ступор какой-то я даже не знаю как сказать ну не знаю вызвать во мне какие-то негативные эмоции да агрессию на ваши комментарии то придется выражаться культурно русским языком вот так вот вот и вот в завершении да в завершении мысли хейтерам я могу сказать только одно что ну понятное дело что хейтеры они специально пишут гадости чтобы человек весь из себя изошел слюной вокалист да мне все равно на самом деле одна там я тогда снимала видео по запросу ну спросили у меня какие у вас комнатные растения я снимала наши комнатные растения одна там написала у вас грязный подоконник я говорю да я знаю и что да твое то дело какое как будто тебе жить со мной в общем-то хейтеров в принципе не должно волновать вообще ничего в моей жизни потому что вы никто и звать вас никак точно так же как вы меня не знаете и нельзя так вот просто судить людей да потому что они вам не нравятся потому что они толстый. Одно из последних таких комментариев негативных, даже не то, что комментариев негативных, одним из, даже не знаю, как сказать это, как выразить. Вот было какое-то у меня видео, я говорила о своей подруге, с которой мы познакомились благодаря Ютубу. Мы познакомились, нашли друг друга, подружились, и это просто удивительная вещь, что можно посредством такой соцсети, скажем так, найти друга. Я нашла подругу, просто замечательную девушку, и в одном из видео я просто упомянула ее, передала ей привет, и сказала спасибо там за что-то. И начиная с этого видео, и все последующие видео, которые я выкладывала, неважно, говорила я о ней или нет, все последующие видео комментировала одна девушка, даже мне сложно сказать девушкой, девочка, потому что человеку где-то 15-16 лет, это еще ребенок. А у девочки явно, не знаю, какое-то нарушение в голове просто произошло, потому что она зациклилась на человеке, который ведет свой блог. Она зациклилась, что человек ей нравится, и что она друг этого человека, неважно, видела она его когда-нибудь в жизни или не видела, может, они вообще в разных странах живут, не только в городах, и она зациклилась до такой степени, что вот больше никто, кроме нее, не может считаться другом. И когда я упомянула об этом человеке, о том, что она моя подруга, ей большой привет, и после этого посыпались такие негативные комментарии из разряда, что ты толстая, ты страшная, ты не можешь быть подругой этой девушки, потому что я ее подруга. То есть ты вообще не имеешь права к ней подходить. Вот, и такие комментарии, они сыпались не только после этого видео, где я упоминала о дружбе с этой девушкой, но и все последующие мои видео не связаны вообще никак с этой девушкой. То есть человек просто обозлился, и она связывалась со мной также и ВКонтакте, и пыталась писать меня через какие-то другие социальные сети, пыталась хоть как-то какой-то свой негатив выразить посредством комментариев, посредством каких-то тем, добавления тем в моей соцгруппе. Я понимаю, я прекрасно понимаю эту девушку, потому что я точно так же была вот в этом социальном слое, как и она, потому что мне тоже было 16, и я тоже по кому-то сходила с ума точно так же. Ну, я не знаю, современный мир, мы все движемся вперед в какие-то технологии, все куда-то развиваемся, но в плане социального общения мы стоим на месте. И говорить вот так вот, что ты не имеешь права называться чьей-то подругой, потому что ты толстая, или потому что ты страшная, но на чей взгляд я страшная, на чей взгляд я толстая. С другой стороны ты понятия не имеешь, просто вот это вот современное подростковое общество, я не знаю, сейчас, наверное, меня забанят вообще к чертовой матери, потому что я не люблю детские каналы, и даже когда ко мне пишут в комментариях там клевое видео, давайте дружить, ну часто бывает такое, когда у тебя там набирается 100-200 подписчиков, часто люди пишут тебе вот там к любому видео пишут клевое видео, давайте дружить, там и такие-таки и там взаимная подписка и прочее. если пишут, вот я смотрю, я всегда смотрю, что за канал, то есть я захожу на канал и смотрю, что это вообще за люди, что они снимают, о чем и вообще интересно ли для меня, интересный ли для меня контент. И как правило каналы, которые являются изначально детскими каналами, то есть даже как не знаю как охарактеризовать чисто вот детские каналы и в том числе каналы, которые снимают какие-то распаковки игрушек, обзоры игрушек, там мультики, еще что-то это изначально детские каналы, я детские каналы не ну я не могу сказать, что я их не люблю, я их не приветствую. это моя личная позиция и можно назвать ее политической, а политическую тему я не затрагиваю на своем канале, поэтому я не могу об этом говорить напрямую, то есть я не люблю детские каналы, просто тупо не люблю детские каналы и не приветствую их в сущности часто вот пишут да, вот такие вот привет, давай дружить каналами если детский канал я просто игнорирую это сообщение вот поставьте мне кучу дизлайков за это но я игнорирую это касательно закона Российской Федерации ребенок до 16 лет не имеет права вообще ничего ни на что пока у него нет паспорта он не несет ответственности ни за какое свое деяние поэтому детский канал он в любом случае основан и продвигается и пропагандируется его родителями а это незаконно это моя позиция это только мое мнение я никому его не навязываю но такие каналы мне не нравятся и мне они не интересны даже чисто ради поддержки какой-то не будет такого я не буду поддерживать детский канал потому что это незаконно для меня это вот такая позиция и бывают бывали моменты когда мне человек потом когда я не подписываюсь встречно мне человек пишет что вот ты плохая ты толстая ты уродина потому что ты на меня не подписалась но это смешно это смешно во-первых во-вторых это смешно потому что тебе 15 до 15 есть детские каналы где человеку 3 года 8 12 15 этот канал не ты ведешь ведешь не ты а твои родители твои родители тебя снимают чем хотят заработать заработать на своем ребенке это незаконно вот я в принципе думаю что я донесла свою мысль такого плана каналы я не люблю я на такие каналы не подписываюсь не поддерживаю их не уж извините вот такое мое мнение давайте порадуем себя ягодкой сладкой и сочной в общем-то я думаю что тема хейтерства думаю закрыта потому что я решила для себя то есть я посмотрела много разных обучающих видео по этой теме и много разных других видео и советы других блогеров и в том числе друзей которых я обрела посредством ютуба которые во-первых мне сказали что чего ты переживаешь ты стала популярной а во-вторых просто не стоит обращать на это внимание я человек с таким характером что я в принципе на критику внимания не обращаю потому что это жизнь так везде где бы ты ни находился на новой работе в каких-то новых увлечениях кому-то ты нравишься кому-то нет и это нормально точно так же в социальных сетях просто бесит вот эти вот девочки 16-летние которые заморачиваются на тему мальчиков я пока просто не встречала поэтому не могу сказать но девочки вот эти вот 15-16 лет которые заморачиваются на тему что вот они сходят с ума по какому-то блогеру и больше никто к ним к этим блогерам не может подойти кроме них самих это сложно очнитесь сложно даже не то что сложно бессмысленно говорить очнитесь вы не единственные во вселенной бесполезно это говорить потому что человек зациклен на другом человеке и бесполезно говорить чтобы он очнулся и раскрыл глаза и вообще посмотрел в мир что вокруг творится просто даже вот эта вот современная молодежь она вообще удивляет вот этими своими какими-то зацикленностями на чем-то я не хочу сейчас затрагивать вот эти вот как он называется голубой слон или что-то в этом роде или голубой единорог какие-то ассоциации которые вообще нехорошие темы имеют не хочу этого касаться и вообще давайте перейдем плавно к другой какой-то теме какой сейчас скажу что-то 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 что-то